Святые благодарности, поздравления. Столетний юбилей Анна Тищенко встретила ярко. Даже в таком возрасте, когда за плечами 53 года трудового стажа, она бодра и с радостью принимает гостей. Но даже в свой праздник Оренбурженко не забывает, что пришлось пережить годы войны. Трудно, все голодные были. Анна Петровна родилась в Самарской области. В Оренбуржье ее направили работать в годы Великой Отечественной войны. Было очень трудно рассказывать юбиляр, но даже тогда она организовывала детям интересные уроки и пятиминутки. Но это не единственная должность за ее трудовые годы. Начальник цеха на швейной фабрике, секретарь райкома комсомола, райком партии, начальник отдела сов на архозах. Значимость труда, говорит Оренбурженко, не переоценить. А для того, чтобы войны не было, значит, надо работать, работать, работать. И помогать. Тот, кто работает, тому надо помогать. Парадный пиджак Анны Тищенко пестрит трудовыми наградами. Успевала она уделять время и семье. У Оренбурженки двое детей. Муж был военным. Сегодня радуют внуки, правнуки и праправнуки. Они живут в разных городах, кто в Москве, кто в Санкт-Петербурге. Фотографии по всему дому и игрушки напоминают. Они рядом, несмотря на расстояние. Скоро снова приедут. Оренбурженка делится и с секретом долголетия. Именно здоровый образ жизни и работа помогали всегда держаться бодро. Молодому поколению она желает относиться к своей жизни серьезно. Берегите каждый день, пожалуйста. Анна Петровна рассказывает, что всю жизнь вела дневник. В нем она отмечала дни, в которые сделала что-то важное, ценное. Сегодня, оглянувшись назад, женщины делятся. Не жалеют ни о чем. Елена Еремина, Семен Воробьев. Новости дня.